Сегодня мы с вами поговорим о том, что именно выставочные сады могут быть лабораторией городского ландшафтного дизайна, о том, как они могут влиять на экологию в широком смысле, то есть не только загрязнение воздуха, спасение от пыли, шума, общение с природой, но и действительно тот социальный климат и душевное здоровье горожан, о котором мы должны задуматься сейчас. И я с удовольствием и гордостью представляю вам нашего первого спикера. Это Энди Стёджин, многократный победитель Челси, один из самых известных, модных и востребованных дизайнеров Великобритании, и чем мы особенно гордимся, председатель экспертного совета конкурса «Цветочный джем-2020». Доброе утро, дамы и господа. Я бы хотел в ходе своей презентации немножко затронуть более широкие аспекты, которые касаются ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры, которые важны для любого города вне зависимости от страны нахождения. И очень много было слов сказано в адрес «Цветочного джема». Я лично считаю, что «Цветочный джем» — это неотъемлемая часть тех вещей, о которых я буду рассказывать. Но хотелось бы немножко абстрагироваться и взглянуть на это всё с высоты птичьего полёта. Я занимаюсь, конечно, и дизайном частных садов, но, кроме того, мы занимаемся и коммерческими проектами ландшафтного дизайна. Это очень важные и достаточно пугающие факты. К 2050 году численность населения Земли будет равняться 9 миллиардам, и 75% населения будет жить в городах. Именно поэтому очень важно решить все те проблемы и все те вопросы, которые возникают в городской среде. Этим заниматься надо уже сейчас. Надо защищать города, надо планировать градостроение на будущий период. На этом слайде показаны те проблемы, с которыми сейчас приходится сталкиваться. Это и рост численности населения, и различные наводнения, и климатические изменения. Я знаю, что в России очень странно. Зима в этом году развивалась. В Великобритании у нас дожди постоянно зимой идут, и температура высокая. Это означает, что города затопляются, у нас ливнёвки затопляются. И качество городской среды очень сильно страдает от более высокой плотности населения. И, естественно, это означает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, загрязнение выше и так далее, и так далее. И с точки зрения ландшафтного дизайна и нашей индустрии, как можно справиться со всеми этими проблемами? Ответ следующий. Это зелёная инфраструктура. Давайте задумываемся о том, чем мы занимаемся. Чем бы мы ни занимались, это всё равно связано с зелёной инфраструктурой. Может быть, это небольшой сад или какой-то большой парк. Это всё равно всё является неотъемлемой частью зелёной инфраструктуры. Зелёная инфраструктура — это и открытые пространства, и лесопарковые насаждения, и парки, и площади озеленённые. Туда же можно относить и велосипедные дорожки, и пешеходные дорожки, реки-каналы и так далее, и так далее. Все эти вещи, которые показаны на этом слайде, являются неотъемлемой частью зелёной инфраструктуры. При этом все эти элементы можно применять вне зависимости от того, какой проект вы реализуете. Что позволит нам сделать зелёную инфраструктуру? Мы сможем выстроить устойчивую сетевую городскую экосреду. К экосреде относится всё. Нельзя город рассматривать в полной изоляции. К экосистеме относятся и люди, и строение, и инфраструктура. То есть всё объединено в комплексную систему. Кроме того, ландшафтный дизайн не надо рассматривать только как озеленение вокруг строений и зданий. В инфраструктуру входят и сами строения. Кроме того, необходимо учитывать социально-экономические преимущества, о которых я расскажу чуть позже. Ну и, наконец, всё это позволит нам защититься от климатических изменений. Это, опять же, к будущему планированию относится. Кроме того, появляются дополнительные преимущества. Например, падает уровень преступности. Было проведено огромное количество исследований, которые говорят о том, что если озеленить серые пространства городские, которыми раньше люди не гордились, падает уровень преступности, люди начинают выстраивать более положительные социальные взаимоотношения. Вот, собственно, статистика здесь приведена в штате Иллинойс, в жилых кварталах, в некоторых очень страшно жить. Но если озеленить, то тут же падает уровень преступности, и люди испытывают гораздо более уровень удовлетворенности и счастья. Собственно, посыл здесь абсолютно очевиден. И в таких городах, как Бирмингем и Лондон в Великобритании, делают более яркое освещение на улицах, делают более широкие пешеходные дорожки. Соответственно, мало того, что падает уровень преступности, люди чувствуют себя в безопасности. Это, кстати, самое важное достижение. Люди чувствуют себя в безопасности. И вот, например, в Лондоне, если реализуешь какие-то проекты, то надо сначала проанализировать окружающую среду, потому что, помните, вы должны зеленую инфраструктуру встроить в городскую среду. И, соответственно, возникает вопрос, а как зеленые крыши объединить с вертикальным озеленением, то есть это зеленые фасады, с парками и так далее, и так далее. И все это необходимо, все эти фрагменты необходимо интегрировать. И это касается, кстати, не только зеленых зон, надо интегрировать в эту инфраструктуру и людей, потому что люди живут и работают в городе. Ну, вот, например, озеленение крыш. Любую поверхность можно озеленить, и там можно высадить какие-то посадки и растения. Птицы вернутся в города в результате, и другие представители фауны вернутся в города. Ну, и вот этот конкретный проект реализовывался в центре Лондона, в лондонском Сити. И здесь на карте, кстати, показано, какие зоны использовались для природоохранных мероприятий, а не только для озеленения. И мы уже дальше начали задумываться, а как наши проекты можно встроить в эти генпланы правительства, муниципального правительства властей Лондона. Вот мы проект назвали Wild West End, и на этой карте показаны различные районы Лондона, и лондонцы приходят вот в эти места. Соответственно, надо было подумать о том, как парк сделать местом притяжения для людей, которые занимаются в том числе и государственным частным партнерством, ГЧП. И вот если взять этот конкретный проект в качестве примера, видите, здесь и люди, и животные, и насекомые показаны. Это говорит о том, что необходимо интегрировать все эти элементы в одну единую экосистему. Вот эти сады являются выставочными, по сути, но, тем не менее, они рано или поздно станут постоянными. Вот небольшие сады такого рода там разбиваются, ну и, естественно, социальное общение является неотъемлемой частью реализации таких проектов. Кроме того, нельзя ограничивать проекты просто разбивкой садов на крыше. Можно солнечные панели развертывать для того, чтобы как более рационально использовать городские пространства. Ну и, наверное, самое большое преимущество озеленения городов – это улучшение состояния горожан. Ну, например, сидите вы в офисе и из окна видите какую-то зеленую зону, то, вот как здесь написано, на 23% реже вы будете болеть, чем коллега, который сидит на другой стороне здания и смотрит на стену, а не на зеленую зону. Кроме того, у вас уровень удовлетворенности повышается, соответственно, сотрудник не уволится никуда, и компания сэкономит деньги. Кроме того, есть и вещи, которые меняют поведение людей. Например, в Копенгагене количество зеленых зон выросло, и в результате у них тут же выросло количество велосипедных дорожек и велосипедов. И в других странах автомобилизация росла, а в Дании, наоборот, падала, потому что на велосипеды люди пересаживались. Соответственно, озеленение – это то, что приводит к улучшению атмосферы в городе. Ну и последние исследования говорят вот о чем. Если вы прогуляетесь по лесопарковой зоне, то у вас артериальное давление упадет, и ЧСС, частота сидячных сокращений, также упадет, потому что вы успокаиваетесь. Этого же можно добиться и в городской среде. И если вы просто из окна взглянете на зеленую зону, то вы тоже успокоитесь. И смотришь из окна, видишь дерево, и тут же у тебя артериальное давление падает. Кроме того, есть и экономические преимущества такого подхода. В качестве примера, лежите вы в больнице и видите из окна зеленую зону, то у вас сокращается время пребывания в стационаре, соответственно, быстрее больницы вышли, быстрее на работу пришли, производительные члены общества. И это дополнительный потенциал. Кстати, Минздрав Великобритании мог бы сэкономить 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, если бы у всех была возможность смотреть на зелень. Вот мы сейчас работаем над этим проектом. Новое здание прямо в центре Лондона, очень много пространства, и, кстати, вся зелень находится непосредственно на здании. И ландшафтные архитекторы, и, собственно, все архитекторы теперь придерживаются вот такой концепции жизнерадостного дизайна. Это офисное здание, и, смотрите, все поверхности крыш и все террасы усажены растениями. Архитекторы изначально запланировали такие террасы, которые потом озеленялись. И когда вы находитесь внутри здания, из какого бы вы окна ни выглянули, вы все равно увидите зелень и растения. А это хорошо, о чем я уже говорил раньше. И это очень сильно изменяет то, как мы работаем. Два года назад, если бы мы начали реализацию такого проекта, ни один из архитекторов не согласился бы столько террас бы спроектировать. Тогда задача была какая? Максимизировать офисное пространство. Может быть, какие-то были бы небольшие балкончики, где стояли бы пару горшков с растениями. А сейчас концепция меняется, и сейчас здание проектируется именно таким образом, чтобы было как можно больше террас, поверхности крыш, и все поверхности озеленяются. Люди понимают преимущества, в том числе и финансовые преимущества, потому что речь же идет о девелоперских компаниях, основная цель которых – зарабатывать деньги. Соответственно, они сдают в аренду вот такие офисные помещения, потому что людям хочется сидеть именно в таких офисах. Ну и, собственно, девелоперы приглашают агентов, которые, в конце концов, продают недвижимость. И агенты говорят, что людям требуется место для занятий йогой, там должны быть растения. Это, кстати, очень сильно влияет на состояние здоровья и на социальное общение людей. Собственно, это еще одно из преимуществ, которые вы получаете. Люди приезжают в города, ну, раньше приезжали в города для того, чтобы работать, но теперь люди приезжают в города по разным причинам, в том числе для социального общения. Людям нужны другие люди. И когда вы живете в зеленом пространстве, которое создается ландшафтными дизайнерами, вы получаете возможность общаться с другими людьми. Кроме того, недавно начали обсуждать следующую популярную тему – это, соответственно, загрязнение окружающей среды и качество воздуха. В 9 из 10 городах качество воздуха не дотягивается до стандартов установленных ВОЗ. И в Великобритании, например, самая основная причина загрязнения окружающего воздуха – это транспорт, это автомобили. И как можно с этим бороться? Можно увеличить расстояние между источником загрязнения и человеком. То есть, например, если вы идете вдоль дороги, да еще и коляску катите, а ребенок находится ниже, соответственно, он ближе к источнику загрязнения. Поэтому ландшафтные дизайнеры должны увеличивать вот это расстояние. Можно, например, кустарниковые заборы делать. Это один из самых эффективных, наверное, барьеров, которые… Нет, деревья – это тоже здорово, но деревья-то они высоко, а основные загрязняющие вещества от автомобилей, они находятся у земли. И деревья, и другие насаждения, они поглощают очень большой объем загрязняющих веществ. Особенно это касается кустарников. Но, конечно, нельзя все улицы засадить деревень, потому что тогда кроны не позволят загрязняющим веществам уходить. Поэтому здесь надо найти золотую середину. С одной стороны, деревья поглощают должны загрязняющие вещества, с другой стороны, они должны развеяться ветром. Это все надо закладывать в проект. Ну и дальше. Эффект тепловых островов. Можно понизить температуру в городах. Кстати, в городах температура окружающего воздуха обычно на пару градусов выше, чем в пригородах. Именно из-за того, что там объекты инфраструктуры поглощают тепло. Деревья обеспечивают тень. Были проведены исследования в Манчестере, и было показано, что на 13 градусов можно снизить температуру в тех районах, где есть древесные насаждения, в отличие от открытых зон. Ну, у вас эта зима, конечно, теплая, очень сильно отличается от предыдущего года. Снег только-только начал выпадать, да и морозы только начались. Но, тем не менее, климатические изменения идут, на них надо как-то реагировать. И вот то, что показано внизу слайда, это, наверное, самый важный пункт. Деревья сажают не только для того, чтобы получить тень, но и для того, чтобы защитить от ветра здания, для того, чтобы меньше их приходилось отапливать. Во многих городах наблюдается еще одна проблема. Там покрытые поверхности, и поэтому вода не уходит в почву и приводит к затоплению. Мы сейчас учимся создавать устойчивую систему дренажа или водоотведения в городах. То есть мы делаем так, чтобы покрытия дорожные были водопроницаемыми, чтобы вода утекала в специальные сады, которые построены рядом с дорогой, с тем, чтобы не было затопления. Если видите, Нью-Йорк, это не самый лучший пример, но показывает, как на небольшой площади можно встроить, так скажем, такие зоны уже в существующую инфраструктуру улицы. Это отчет. Девелопер Великобритании его подготовил. В отчете указано, что когда вы разрабатываете проект, нужно начинать с того, как люди живут и чем они занимаются в этих пространствах. Далее нужно изучить сами пространства, а здания идут в этом списке на последнем месте. Это серьезные изменения, они происходят, но происходят медленно. Мы работаем с этим девелопером, с тем, кто работал на подготовку этого документа, и в результате что получается? Им нужны просто деньги. То есть возникло некое напряжение между тем, что написано в документе, тем, что мы хотим, и тем, что они хотят. Мы постоянно с ними бьемся, с тем, чтобы все-таки сохранить то, что для нас важно. Вот пример проекта. Тут мы постарались следовать документу. Сначала мы изучили то, чем люди занимаются, как они живут, что их окружает. Карта слева внизу – это карта всех деревьев в Лондоне. Вот справа мы видим генплан, застройки, различные пространства. Мы смотрим, куда можно еще посадить деревья. Поэтому мы пытаемся проанализировать, как люди будут перемещаться и как они будут пользоваться этим пространством. Что это за пространство? Нужно об этом подумать. Нужно подумать о жизненном цикле этого места в течение дня, разные дни и недели. Нужно учитывать, понятно, что на выходных и в будни по-разному эксплуатируется пространство. Мы должны подумать о том, что они должны дать людям. И потом мы уже сможем понять, как это обеспечить. И потом уже в заключение мы начали думать о том, как организовывать эти общественные пространства. Вот еще один пример, демонстрирующий проблемы с девелопером. Вот с тем, кто как раз этот документ подготовил. Мы довольно рано подключились к проекту, это всегда замечательно. При этом архитекторы уже этот план, который слева обозначен, подготовили. И смотрите, оранжевую, видите линию. Оранжевая линия – это единственное возможное место для зеленых насаждений. Мы смогли поработать с архитекторами, посмотрели, что нужно здесь, в этой части города, и что мы можем сюда привнести. И справа вы видите, что мы разнесли между собой здания, нужно было увеличить этажность для того, чтобы было больше площадей зеленых, чтобы сохранить площади. Мы смогли это продвинуть, этого добиться. Мы видим, что последние несколько лет архитекторы, клиенты и девелоперы наконец-то начинают слушать ландшафтных дизайнеров, архитекторов. Потому что они понимают, что мы не просто заполняем пространство между зданиями, что мы на самом деле создаем пространство. К сожалению, не всегда все получается так, как мы хотим. Вот еще один проект в Веллскорт, в Лондоне. Довольно большая идет застройка уже много лет. Но пока практически ничего не построили, практически все сносят. Только, наверное, одна из самых больших строек сейчас. Видим с вами парк. Парк, который над железной дорогой. Здесь вот внизу, вы видите, некий общий симптом для всего проекта и того, что происходит в Лондоне. Мы с чего начали? Мы начали с большого парка между высокими зданиями. Они слева показаны. А потом, что произошло в течение времени, в течение семи лет, постепенно вносились изменения. И вот, что в результате получилось. План справа. И, как видите, здесь все сильно меньше. На 10 метров уже. И по всему парку на целый километр. То есть мы потеряли зеленых пространств очень-очень много. Это типичная ситуация вот на таких процессах. То есть постоянно идет борьба, постоянно идет битва за сохранение зеленых площадей. Вот еще один проект. Вы в Лондоне провели. Слева мы видим начальную ситуацию проекта. Здесь мы видим сами площадь. И нам повезло. Местные власти, городские, потребовали увеличить зеленое пространство в центре этой застройки. Это замечательно. Однако эффект домино сработал. Как видите, снизу два здания стали еще больше. И они удалили, так скажем, другое зеленое пространство. То есть постоянно идет битва. То нашим, то вашим идет стремление с нашей стороны сохранить зеленое пространство. Также сейчас происходят изменения в законодательной сфере. Волятся новые требования в отношении девелоперов. И необходимо это делать с тем, чтобы зеленые пространства сохранились. Вот в Лондоне офис, то есть мэрия городская, как вы видите, построила карту всех деревьев. И на уровне улицы мы видим каждое дерево. При этом они измеряют крону, объем и размеры кроны. Дерево – это очень важно. Здесь мы видим, куда нужно еще посадить деревья. То есть если идет строительство, заставляют строителей строить, в том числе учитывать необходимость посадки деревьев в зоне застройки. И еще один важный момент, который недавно мы стали рассматривать. У нас в общем лондонском плане есть такой параметр. Он называется фактор озеленения города. Когда у нас снова идет стройка, мы используем некоторое математическое уравнение, которое позволяет нам рассчитать, сколько должно быть зеленых насаждений вокруг здания. Вот, например, парковка. У парковки будет нулевой такой коэффициент, потому что там нет вообще зеленых насаждений. А если на крыше, например, много деревьев, тогда этот коэффициент будет равняться единице. То есть мы берем, смотрим, сколько зелени, делим на площадь, получаем такой коэффициент. И этот коэффициент определяет, сколько у нас зелени. Вот, например, для офисов этот коэффициент должен быть не меньше 0,3. Здесь видите общий план. Вот показатель 0,3. От этого коэффициента, как видите, довольно много зелени для современного здания. Мы видим, что все террасы озеленяются, и на уровне земли, видите, четыре разных сада. Не знаю, видно вам или нет. В принципе, мы с удовольствием всем этим занимаемся, но архитекторы и девелоперы не очень рады, на самом деле, потому что им приходилось озеленять все возможные пространства, все доступные пространства. Почему? Потому что деловой район, Сити, работает в Лондоне по собственным правилам. И у них сейчас вот такие требования ко всем новым зданиям. То же самое происходит в Сингапуре. Я вижу, что все чаще и чаще подобное происходит в других районах. Ползущие растения высаживаются на фасадах. Вот одна из самых крупных зеленых стен в Европе, которые сейчас создаются тоже в Лондоне. Что это значит? Это значит, что это увеличивает коэффициент озеленения. Здесь сильно больше зелени, конечно, требуется. Но это вообще важно. Сейчас архитекторы уже начали между собой соревноваться в плане увеличения этого коэффициента озеленения. То есть создается новая абсолютно атмосфера. И, конечно, все упирается в деньги, никуда не денешься. И зеленые пространства, как видите, увеличивают стоимость земли, позволяют более дорого продавать свою недвижимость. Недвижимость, рост стоимости на 5-18%. В Лондоне еще больше. Идет увеличение. Также нужно думать об обслуживании, о том, как это все финансировать. Вот снизу есть пример из Америки. Они построили парковку с парком наверху. И как раз с парковки деньги направляются на поддержание парка. Такие подходы используют. То есть совместный поиск решений. В парке, в Хайт-парке в Лондоне, это очень большие парки. Вот Хайт, Ридженс, Ричмонд и другие парки называются Королевскими. В Лондоне там огромное пространство. На карте Лондона их видно. Понятно, что очень дорого поддерживать эти парки в хорошем состоянии. Они там проводят концерты. Зимой организуют качели и карусели. И это позволяет эксплуатировать парк целый год. Вот в одном из парков, видите, организуют такие зоны отдыха. И понятно, люди ищут новые пути финансирования, проявляют творческую жилку. Вот еще один пример. Местное сообщество привело такую инициативу. Они это начали и поддерживают это в хорошем рабочем состоянии. Вот интересно, старая статистика. Не было крупных преступлений в этой зоне, потому что этот парк создавался самим сообществом. То есть идет поддержание аппарата. И кроме того, люди гордятся этим парком. Вот в Нью-Йорке этот парк находится, и он очень безопасный. Еще один важный момент – это Олимпийский парк, который выстроили к Олимпийским играм в Лондоне 2012 года. Здесь также есть важный проект «Оставить наследие». Как видите, много домов было построено, университетский кампус и так далее, и так далее. То есть это все поддерживало правительство, инициировало правительство. Здесь видите парк. Это ваш парк. Я не знаю, но вроде бы это зарядье. Очень интересный парк. И мы знаем, что он находится в старом городе. Он при этом огромен. И в большинстве городов выделяются такие площадки. И я думаю, что это очень хороший пример, который будут исследовать другие. Что для этого нужно? Нужно, чтобы кто-то это продвигал. То есть должен быть спонсор, так скажем, этого проекта, который обеспечит такую реализацию. То же самое касается Олимпийского парка и Хайлайн. Такие же подходы реализованы просто по-другому. Возвращаемся к циточному джему. Это часть общей системы, которая объединяет людей в пространствах, в садах. И я их наблюдал по всему городу. Мы видим, что там люди взаимодействуют, приходят. Это место их взаимодействия. Для того, чтобы изменения произошли, необходимо действовать и сверху, и снизу. То есть нужно и с политиками работать с тем, чтобы они распоряжались строить парки. Но и нужно с людьми общаться, чтобы они тоже привлекались в эти зоны. Я считаю, что цветочный джем – это очень хороший формат, поскольку люди, ничего не зная об этой теме, могут наслаждаться этими садами. Выбираются площадки очень хорошо рядом с метро. Видим, что большое количество людей очень приходит в эти парки. Видим, что людям становится интересно. Они об этом узнают и видят, что города зеленеют. Вот еще один слайд из Сингапура. В Сингапуре проводится шоу. Я там участвовал много раз. Джим тоже мой коллега там много раз участвовал. Прекрасное шоу. Раньше было одно место, одна площадка у них. Там очень много садов, много чего там происходит, фестивали. Сейчас они изменили свое шоу. И видите, в этом году они все вывели на улице. Вот, смотрите, пример площадки. И они, я так понимаю, идут за цветочным джемом, следует нашему примеру. То есть мы оказываем совлияние по всему миру. Что здесь интересно, цветочному джеме? Мне нравится. Понятно, что будет фотография получше. Что мы здесь видим? Видим, как вписывается этот сад в городскую среду. На улице. Это улица, по которой люди ходили. Туда, обратно. Улица Арбат, да, как называется. Люди по-прежнему взаимодействуют с этим садом. То есть идут по привычному пути. Мы видим, что немножечко изогнули, сузили дорожку. Людям приходится общаться между собой. То есть они не могут игнорировать уже это пространство. Улучшается их взаимодействие с городом. И я думаю, что люди понимают, что это нам идет на пользу. Спасибо вам большое за внимание.